Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Итак, мы продолжаем наш рассказ о выдающемся итальянском скрипичном мастере Антонио Страдивари. Следует отметить, что центром скрипичного мастерства XVI, XVII и I половины XVIII века была Италия. В 1557 году в Бреши, небольшом городке Северной Италии, возникла первая школа скрипичного мастерства. Ее основателем был Гаспар Бертолотти, известный под именем Гаспара да Сало. Сало – название его родного города. Его преемником был Джованни Пауло Маджини, наиболее видный представитель этой школы. Еще при жизни Гаспара Сало в другом городе Северной Италии возникла новая школа скрипичного мастерства. Первым кремонским мастером был Андреа Амати. Его значение в деле построения смычковых инструментов очень велико. В отличие от звуков виол, под влиянием которых создавались инструменты предшествующих мастеров, ему удалось найти новую звуковую окраску для своих инструментов, приближающие их к звуку человеческого голоса. После него работали его сыновья Антонио и Джеролама. Наиболее крупным мастером из семьи Амати был сын Джеролама Никола Амати, учитель Антонио Страдивари. Итак, в 1680 году Страдивари оставил мастерскую Амати и начал работать самостоятельно. Он придавал скрипкам разную форму, делая их то длиннее и уже, то шире и короче, то увеличивал, то уменьшал выпуклость дек. Его скрипки уже можно было различить среди тысячи других. И звук у них был свободный и певучий, как голос девушки утром на Кремонской площади. Он стремился быть художником, любил линию, рисунок и краску, и это оставалось навсегда у него в крови. Он ценил в инструменте, кроме звука, его стройную форму и строгие линии. Любил украшать свои инструменты, вставляя кусочки перламутра, черного дерева и слоновой кости, рисовал на шейке, бочках или углах, маленьких купидонов, цветки лилии, плоды. Еще в молодости он сделал гитару, в нижнюю стенку которой вставил полосами слоновую кость, и она казалась как бы разодетой в полосатый шелк. Звуковое отверстие он украсил резанными по дереву сплетениями из листьев и цветов. В 1700 году ему было заказано читера. Читера – это рот лютни струнного инструмента, очень древнего происхождения, на котором играли щипком. Он имеет много разновидностей. Он долго с любовью работал над ней. Завиток, завершавший инструмент, изображал голову Дианы, обвитую тяжелыми косами. На шее было надето ожерелье. Ниже он выточил две небольшие фигуры – сатиры и нимфы. Сатиры и нимф – легендальные существа, в которые верили древние греки и римляне. Сатир изображался человеческим лицом, козлиными рогами и ногами. Сатир свешивал свои козлиные ножки крючком. Крючок этот служил для ношения инструмента. Все было выточено с редким совершенством. В другой раз сделал он карманную узкую скрипку – сардина. И завитку из черного дерева придал форму негритянской головы. Сардина по-итальянски, почетте – по-французски, от слова «почи» – карман. Скрипка маленького размера, которую можно было класть в карман. Делалась она большую частью из цельного куска дерева и имела лодкообразную форму. К сорока годам он был богат, его знали. О его богатстве складывались поговорки. В городе говорили «богат, как страдивари». Но жизнь его не была счастливой. У него умерла жена, он потерял двух взрослых сыновей, а их он хотел сделать опорой своей старости. Передать им секрет своего ремесла и все, чего он добился за всю жизнь. Оставшиеся в живых сыновья Франческо и Амабона, хотя и работали вместе с ним, но не понимали его искусства. Они лишь старательно подражали ему. Третий же сын Паула от второго брака и совсем презирал его ремесло, предпочитая заниматься коммерцией и торговлей. Это было легче и проще. Еще один сын Джузеппе стал монахом. Теперь мастер ушел в 1977 год. Он достиг глубокой старости, большого почета и богатства. Жизнь его подходила к концу. Оглядываясь, он видел свою семью и всю возраставшую семью своих скрипок. Дети имели свои имена, скрипки свои. Жизнь его окончалась мирно. Для большего спокойствия, чтобы все было чинно, как у людей зажиточных и почтенных, он купил склеп в церкви святого Доминика и сам определил место для своего погребения. А кругом со временем лягут его родные, жена, сыновья. Но когда мастер думал о сыновьях, он оморачался. В этом было все дело. Он оставлял им свое богатство. Они построят или, вернее, купят себе хорошие дома. И богатство рода будет расти. Но разве напрасно работал он, добивался и добивался, наконец, слабый и знаний мастера. И вот мастерство оставить некому. Мастерство может принять в наследство только мастер. Старик знал, как жадно добиваются его сыновья отцовских секретов. Не раз заставал он во вневрочное время Франческо в мастерской. Находил оброненную им записную книжку. Чего искал Франческо? Зачем рылся в записи отца? Тех записей, которые ему нужны, он все равно не найдет. Они крепко заперты на ключ. И иногда, думая над этим, мастер сам переставал понимать себя. Ведь вот через три года, пять лет, его сыновья-наследники все равно откроют все замки, прочтут все его записи. Не отдать ли им заблаговременно те секреты, о которых все говорят? Но не хотелось отдавать в эти короткие тупые пальцы такие тонкие способы составления лаков, записи неровностей ДЭК, весь свой опыт. Ведь все эти секреты никого не могут научить, они могут только помочь. Не отдать ли им в руки жизнерадостного Бергонзе, который переимчив и ловок. Но сможет ли Бергонзе применить весь широкий опыт своего учителя? Он мастер биолончели и любит больше всего этот инструмент. А ему, старому мастеру, несмотря на то, что он немало времени и труда положил на создание совершенной биолончели, хотелось бы передать весь свой накопленный опыт, все свои знания. Да и кроме того, это значило бы обокрасть своих сыновей. Ведь, как честный мастер, копил он для своего рода все знания. И теперь оставить все чужому? И старик медлил, не принимая решения. Пусть до времени записи лежат под замком. А теперь еще и другое стало омращать его дни. Он привык быть первым в своем мастерстве. Давно уже на кладбище лежал Никола Амате. Мастерская Амате распалась еще при его жизни. И он, Страдивари, преемник и продолжатель искусства Амате. В скрипичном мастерстве не было равного не только в Италии, но и во всем мире ему, Антонио Страдивари. Но только до сего времени. Давно уже шли сначала сомнительные и робкие, а потом и вполне ясные слухи о другом мастере из семьи хороших и способных, но несколько грубых мастеров. Мастера этого Страдивари знал хорошо. И вначале он был вполне спокоен за себя, потому что человек, который может достичь чего-либо в скрипичном деле, прежде всего должен быть человек жизни спокойной, трезвой и умеренной. А Джузетта Гварнери был пьяница и буян. У такого человека дрожат пальцы, и слух всегда туманен. И вот однажды рано утром, когда еще не начиналась жизнь в его мастерской, а он по обыкновению уже побывал и на секадоре, и спустился вниз, проверить лаки, в дверь постучались. Принесли в починку скрипку. Всю жизнь Страдивари, работая над своими новыми скрипками, не забывал благородного мастерства починки. Он любил, когда из ломанных скрипок, работы хороших, средних и совсем неизвестных мастеров, получались скрипки с чертами его мастерства. От правильно поставленной пружины или от того, что он поплевал скрипку своим лаком, чужая скрипка начинала звучать благороднее, чем раньше, до поломки. К инструменту возвращались здоровье и молодость. И когда заказчик, отдававший инструмент в починку, изумлялся переменей, мастер чувствовал гордость, как врач, излечивший ребенка, когда его благодарят родители. Человек, который принес скрипку, не был кремунцем. Он объяснил, что его хозяин два года назад проездом купил здесь эту скрипку, и вот теперь ее поломали, надо починить. Адрес мастера он потерял в дороге, но, конечно, он попал куда надо. Ведь все здесь указывают на знаменитого мастера Антонио Страдивари. «Покажите вашу скрипку», – сказал Страдивари. Человек бережно достал из футляра скрипку, не переставая болтать. «Мой хозяин – большой знаток, высоко ценит эту скрипку. Она поет таким сильным, густым голосом, какого мне не доводилось слышать до сих пор ни у одной скрипки». Скрипка в руках у Страдивари. Она – большого формата, светлый лак. И он сразу понял, чьей она работает. «Оставьте ее здесь», – сказал он сухо. Когда болтун, кланяясь и приветствуя мастера, ушел, Страдивари взял смычок в руки и стал пробовать звук. Скрипка действительно звучала мощно. Звук был большой, полный. Поломка была незначительная, и это не очень повлияло на звук. Он стал ее рассматривать. Скрипка сработана прекрасно. Хотя у нее слишком большой формат, толстые края и длинные, похожие на склад смеющегося рта Эфы. Другая рука – другой способ работы. Только теперь заглянул он в отверстие Эфа, проверяя себя. Да, так работать может лишь один человек. Внутри на этикетке черным ровным шрифтом было обозначено. Это была этикетка мастера Джузеппе Гварнери, прозванного Дель Джезу. Он вспомнил, что недавно с терраси видел Дель Джезу, возвращающегося домой на рассвете. Он шатался, разговариваясь сам с собой, размахивал руками. Да как же такой человек может работать? Как может выходить что-либо из его неверных рук? И все-таки он взял еще раз скрипку Гварнери и заиграл. Какой большой глубокий звук! И даже если выйти под открытое небо на Кремонскую площадь и заиграть перед большой толпой, и тогда далеко кругом будет слышно. С тех пор, как умер Никола Амати, его учитель, ни одна скрипка ни у одного мастера не может сравниться по мягкости и блеску звука с его страдивари-скрипками. Но сила, в силе звука он, благородный мастер Антонио Страдивари, должен уступить этому пьянице. Значит, его мастерство не было совершенно. Значит, нужно еще что-то, чего он не знает, а знает этот беспутный человек, чьи руки делали эту скрипку. Значит, не все еще им сделано, и не полны его опыты над акустикой дерева, его опыты над составлением маков. Свободный пивочий тон его скрипок можно еще обогатить новыми красками, большей мощностью. Он взял себя в руки. На старости лет не нужно слишком волноваться. И он успокоил себя тем, что звук гварнериевых скрипок резче, что его заказчики, знатные сеньоры, не будут заказывать скрипок у гварнери. Вот и теперь он получил заказ на квинтет. Две скрипки, два альта и виолончель от испанского двора. Заказ его радовал. Он обдумывал его уже целую неделю, делал наброски, чертежи, выбирал дерево, решил попробовать свой новый способ приклеивания пружины. Он набросал ряд рисунков для инкрустации, нарисовал герб высокого заказчика. Такие заказчики не пойдут к гварнери, им не нужны его скрипки, потому что им не нужна глубина звука. Кроме того, гварнери пьяницы и буян. Он не может быть ему опасным соперником. И все-таки Джузеппе Гварнери дель Джезу омрачал последние годы жизни Антонио Страдивари. Еще спускаясь по лестнице, он услышал громкие голоса, доносящиеся из мастерской. Обыкновенно ученики, приходя сразу же, направлялись к своим верстакам и принимались за работу. Так было заведено издавна. Теперь они шумно разговаривали. Что-то, видимо, случилось. «Сегодня ночью в три часа. Я сам не видел, мне рассказывала хозяйка. Его вели по нашей улице. Что теперь будет с его учениками? Не знаю. Мастерская закрыта, и на дверях висит замок. Какой мастер?» – говорит с сожалением Карла Бергонци. «Этот мастер», – говорит Амабона, – прежде всего пьяница, «И этого давно следовало ожидать». Средивари вошел в мастерскую. «Что случилось?» «Жузеппе Гварнери сегодня арестован и отведен в тюрьму», – сказал Бергонци печально. Средивари стоял, как вкопанный, посередине мастерской. Вдруг у него задрожали колени. Так вот, как кончает Дель Джеза. Впрочем, этого действительно следовало ожидать. Пусть он теперь играет на своих скрипках и усложжает слух тюремщиков. Помещения, правда, маловато для его мощных скрипок, и слушатели, пожалуй, заткнут уши. И так всему наступает свой черед, как отчаянно боролись все Гварнери против неудачи. Когда умер дядя этого Дель Джезу Пьетро, его вдова Катарина взяла на себя мастерскую. Но мастерская должна была вскоре закрыться. Да, это не женское дело, не рукоделье. Потом стали говорить, вот Джузеппе покажет. Еще Гварнери не погибли. И посмотрите, как он забьет старого Антонио. А теперь пришел черед и ему. Страдивари не любил этого человека не только потому, что боялся соперничества и думал, что Гварнери превзошел его в мастерстве. Но вместе с Гварнери Дель Джезу вошел к кремонским мастерам дух беспокойства и буйства. Мастерская его часто бывала закрыта. Ученики распускались и увлекали за собой товарищей, которые работали у других мастеров. Страдивари сам прошел весь искус мастерства от подмастерья до мастера. Он во всем любил порядок и чин. И жизнь Дель Джезу, смутная и непостоянная, была в его глазах недостойной мастера жизни. Теперь ему конец. Из тюрьмы в кресло мастера возврата не бывает. Теперь он с Страдивари остался один. Он строго посмотрел на своих учеников. «Не будем терять времени», — сказал он. Зеленая горестая местность в нескольких верстах от кремоны. И как серое грязное пятно, мрачное, низкое здание с решетками на окнах, окруженное зубчатой стеной. Высокие тяжелые ворота закрывает вход во двор. Это тюрьма, где томятся за толстыми стенами и железными дверьми заключенные. Днем узеньки сидят в одиночных камерах, на ночь их переводят в большую полуподвальную камеру для сна. Человек, всклокоченный бородой, тихо сидит в одной из одиночных камер. Он здесь всего лишь несколько дней. До сих пор ему не было скучно. Он смотрел в окно на зелень, землю, небо, птиц, которые быстро носились мимо окна. Часами, еле слышно, насвистывал какую-то мелодию. Он был занят своими мыслями. Теперь ему стало скучно от безделия, и он томился. Сколько времени придется пробыть здесь? Никто хорошенько не знает, за какое преступление он отбывает наказание. Когда вечером его переводят на ночевку в общую камеру, все его засыпают вопросами. Он охотно отвечает, но никто из его ответов не понимает ясно, в чем дело. Знает, что его ремесло делает скрипки. Знает об этом и девочка, дочь тюремщика, которая бегает и играет возле тюрьмы. Отец сказал как-то вечером, «Этот черный делает, говорят, такие скрипки, которые стоят больших денег». Однажды забрел к их двору бородящий музыкант. Он был такой смешной, а на голове у него была большая черная шляпа. И он стал играть. К ним близко ведь никто не подходит. Люди не любят сюда приходить. Да и стража отгоняет всех, кто чуть ближе подойдет к их воротам. А этот музыкант заиграл. И она упросила отца позволить ему доиграть. Когда же стража все же прогнала его, она побежала за ним следом, далеко, и когда никого вблизи не было, он вдруг подозвал ее и спросил ласково, «Нравится тебе, как я играю?» Она сказала, «Нравится». «Ты умеешь петь? Спой мне какую-нибудь песенку», — попросил он. Она спела ему свою любимую песенку. Тогда человек в шляпе, даже не дослушав ее, положил скрипку на плечо и сыграл то, что она сейчас пела. От радости она широко раскрыла глаза. Ей было очень приятно, что она слышит, как ее песенку играет на скрипке. Тогда музыкант сказал ей, «Я буду приходить сюда и играть тебе каждый день все, что ты захочешь, но за это ты окажи мне услугу. Вот эту маленькую записку ты передашь заключенному, который сидит в этой камере». Он указал на одно из окошек. «Это он-то хорошо умеет делать скрипки, и на его скрипке я играл. Он хороший человек, ты его не бойся. Отцу ничего не говори. А если ты записки не передашь, я тебе больше играть не буду». Девочка бегала по тюремному двору, пела у ворот. Все заключенные и стражи знали ее. На нее обращали так же мало внимания, как на кошек, ладивших по крышам, и птиц, садившихся на окна. Случалось ей юркнуть за отцом в тюремный низкий коридор. Пока отец отпирал камеры, она смотрела во все глаза на заключенных. К этому привыкли. Ей удалось передать записку. Когда тюремщик во время вечернего обхода открыл дверь камеры и, крикнув, «Собирайся на ночь!», прошел дальше к следующим дверям, девочка юркнула внутрь камеры и торопливо сказала. «Человек в большой черной шляпе обещал играть часто, каждый день. Из-за этого он просил передать вам записку». Она взглянула на него и подошла ближе. И еще он сказал, что скрипка, на которой он играл, сделана вами, сеньор Арестант. «Это правда?» Она подняла на него удивленные глаза. Тогда он погладил ее по голове. «Тебе надо идти, девочка. Нехорошо, если тебя застанут здесь». Потом прибавил. «Достань мне палочку и ножик. Хочешь, я тебе сделаю дудочку, и ты сможешь на ней играть». Заключенный спрятал записку. Ему удалось ее прочесть только на завтра утром. В записке было написано. «Высокородному Джузеппе Гварнери дель Джезу. Любовь учеников всегда с тобой». Он крепко жал в руке записку и улыбнулся. Девочка подружилась к Гварнери. Сначала она приходила тайком, и отец не замечал этого. Но когда девочка пришла домой и принесла звонкую деревянную дудочку, он заставил ее во всем признаться. И странное дело, тюремщик не рассердился. Он повертел в пальцах гладкую дудочку и задумался. На завтра он зашел во внеурочное время в камеру дель Джезу. «Если нужно дерево, – отрывисто сказал он, – можно достать. Мне нужны мои инструменты, – сказал заключенный. Инструменты нельзя, – сказал тюремщик и ушел. Через день он опять зашел в камеру. Какие инструменты, – спросил он, – рубанок можно, а напильник нельзя. Если столярную пилу, – то можно». Так в камере дель Джезу оказался обрубок еловой колоды, столярная пила и клей. Потом тюремщик достал у маляра, расписывавшего тюремную церковь, лак. И он был растроган собственным великодушием. Покойная жена его всегда говорила, что он достойный и хороший человек. Он облегчит жизнь этому несчастному, будет продавать его скрипки и брать за них высокую цену, а заключенному будет покупать табак и вино. Зачем заключенному нужны деньги? Вот только как сбывать скрипки, чтобы никто не знал об этом? Он задумался. «Регина», – подумала он о дочери, – «нет, она слишком мала для этого, пожалуй, не справится». «Ну ладно, посмотрим», – решил он. «Пусть делает скрипки. Как-нибудь дозбудем». На этом мы заканчиваем нашу передачу. Продолжение нашего рассказа о выдающихся скрипичных мастерах Джузеппе Гварнери и Антонио Страдивари слушайте на следующей неделе. Передача была подготовлена саунд-дизайнером Анар Сесекиной, вела ее Султанат Ермекова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok